Всем привет! Вот и отгремели новогодние хлопушки, закончились новогодние праздники и наступила первая трудовая неделя, а с ней начинается новый цикл программы Киношка на канале ОТВ с нашим обзором киноновинок. На этой неделе у нас будет два блокбастера, но мега масштаба, о которых мы сейчас вам и расскажем. Поехали! Следующий наш фильм должен был выйти еще в 2020 году, потом его переносили на 21, и вот совершилось 2022 год, и в прокат выходит легендарная уже франшиза «Кингсман. Начало». Данная картина расскажет о становлении величайшей шпионской разведывательной компании «Кингсман» и биография Конрада, нашего самого крутого шпиона из данной разведки. Смотрим трейлер «Кингсмана». Поехали! Столетиями они лгали, грабили и убивали, пока однажды не оказались среди элиты. Их высокое положение коренилось не на благородстве крови, а на безжалостном кровопролитии. Настоящая сила не в бесстрашии на поле боя. Настоящая сила в понимании, кто твой истинный враг. И как его победить. Я знаю, оторвешься в бой, но есть иные способы исполнить свой долг. Идем. На новой кинонеделе с 13 января произойдет настоящее возрождение. Я бы даже сказал, воскрешение легендарной франшизы «Крик». Наш убийца в белой маске и в черном плаще возвращается и снова творит свои бесчинства. Смотрим трейлер нового «Крика». Это не смешно, Эмбер. Хочешь сыграть в игру, Тара? Двери открыты. Пожалуйста, нет. Двери закрыты. Двери открыты. Алло. Все повторяется. Уже три нападения. У тебя есть пистолет? Я Сидни Прескотт. Конечно, он у меня есть. В этот раз все немного по-другому. Саманта, я... Я знаю, кто вы. Я была на твоем месте. Не раз. Это твоя жизнь, а значит, тот, кто это делает, захочет тебя убить. Готова? К этому? Никогда. О, стойте! Нет, нет, нет! Чтобы выжить, нужно следовать правилам. Он нападает на тех, кто связан с первыми убийцами. Его связь с нашим прошлым привела нас сюда. И я не успокоюсь, пока не прикончу его. Берегись! Дорогие наши зрители, хотим поблагодарить вас, что в эти новогодние праздники вы для проведения своего досуга выбрали кинотеатр и заполняли наши залы до самого аншлага. И хотим вам рассказать, что новогодние блокбастеры продолжаются. В кино можно посмотреть и Человек-паук. Кстати, самый кассовый фильм студии Марвел в России. И последнего богатыря. И трех богатырей. И Зверопой. И величайшее сражение между Карповым и Корчнем в фильме Чемпион мира. И в связи с этим будет наш вопрос. Скажите, а какая из новогодних новинок стала самой кассовой в эти новогодние праздники в кинотеатре Корстон? Ваши ответы оставляйте в инстаграме ОТВ по данным выпускам. Это была программа Киношка. Пока!